Здравствуйте! Сегодня Сахамеди запускает новый проект, программу «Акцент». Мы будем приглашать специалистов, экспертов по различным темам и направлениям. Наш первый гость – кандидат социологических наук Юрий Жигусов. Мы поговорим о том, как реализуются меры по борьбе с алкоголизмом в Якутии и о первых результатах этой работы. Юрий Жигусов – кандидат социологических наук, научный сотрудник Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Северо-Сибирского отделения Российской Академии наук. Область научных интересов – социология правового сознания и девиантного поведения, социология молодежи, политическая социология и социология общественного мнения. Юрий Никитевич, скажите, пожалуйста, масштаб алкоголизма. Насколько они масштабны в республике? Я бы сказал, достаточно масштабны. Есть, конечно, различного рода статистика, но она в полной мере не отражает тот масштаб, который сложился. Тем более, разные ведомства оценивают распространенность алкоголизма по-разному. Но мы все видим, что эта проблема уже достигла того предела, к которому надо реагировать. Можете привести какие-то цифры? Может быть, были какие-то периоды роста, может быть, сокращение количества, числа тех, кто употребляет алкоголь? Вообще, во всей России проблема алкоголизма появилась после войны. Оно получило очень большой размах. Например, в 1963 году в республике Цаха было всего 224 человека. И целый год пика достигла как раз перед антиалкогольной кампанией Горбачева. В 1985 году 25926 человек состояло на учетах. Потом идет снижение, когда на самом деле так называемый сухой закон, хотя он не был сухим законом Горбачева, он достаточно сильно снизил количество алкоголиков. И снижение шло вплоть до 1991 года. И после 1992 года, когда отменили все ограничения продажи алкоголя, эта цифра увеличивается. Идет такое волнообразное увеличение, увеличилось вплоть до 2001 года, потом идет снижение до 2006 года, а с 2006 года идет тоже рост. С 2010 года по 2014 год количество состоящих на учетах сократилось почти на 3000 человек. Это, я считаю, достаточно хороший результат. Зато за столько роткое время. Юрий Николаевич, а вот Вы делали выборку, наверное, по каким-то районам, по группам районов. Где больше, где меньше? Ну, понятно, что в Якутске, конечно, она больше, да? Есть множество стереотипов. Считается, что в деревнях много пьют. И социологические исследования показывают, что пьют везде одинаково. Даже вот существует миф, что на севере там много пьют. Выборка у нас была, конечно, молодежная, да? Но оказывается, на севере тоже, да? Молодежь, вообще вот молодежь по республике Саха, она уже как-то отходит от употребления алкоголя. Это становится немодным, можно стать постыдным, да? В каких социальных группах употребление больше, в каких меньше? В 9 категориях. Рабочий класс и безработные. А раньше было это, считалось, что это студенчество, да? А сейчас эта ситуация крайним образом изменилась. Можно ли сказать о том, что сейчас алкоголь и, скажем, молодежь, это... В молодежной среде это уже не тренд, это уже не модно. Мы сейчас наблюдаем первые позитивные издвиги в молодежной среде. Я не могу сказать, что вся молодежь сейчас массово отказывается от алкоголя. Это, конечно, неверно. От алкоголя начинает отказываться студенческая среда, студенческая молодежь. А студенческая молодежь – это очень такой значимый индикатор всей молодежи. В 90-е годы это считалось модным массово выпивать, даже приходить на учебу за ташком, да? Считалось, как бы это, барабанда, да? Как правило, приходил студент и рассказывал, как он вчера прекрасно погулял. Сейчас ситуация коренным образом изменилась. Вот такое поведение, которое было нормально в 90-е годы, сейчас считается крайне ненормальным. Сейчас среди молодежи, студенческой молодежи, очень модно занятие спортом. Посмотрите, какая атмосфера царит в стадионе юных, там полно молодежи, в тренажерных залах не потолкнуться. Раньше такого не было. Хотя занимался спортом, но не так массово, как сейчас. Юрий Накеевич, вы вводите такое понятие, как социальный иммунитет к алкоголизации у большинства населения Якутии. В чем это выражается? В отличие от медицинского понятия иммунитета, это социальный иммунитет к алкоголю, да? Вообще вот с плохим сторонам жизни, это отрицательное отношение населения, большей части населения, к алкоголю и потреблению алкоголя, и других дурманищих веществ. Сейчас у нас идет формирование именно такого иммунитета. Социальный иммунитет, если у других народов, например, у турков, евреев, арабов, он сформировался уже тысячелетия назад. Да, на протяжении веков. Да, на протяжении веков. А мы, вот, северные люди, знакомы алкоголем только 50 лет. А вот вы, как социолог, наверняка, наверное, знаете, и вообще считаете, что не может быть такого, что полностью стопроцентная трезвость везде, да? Всегда, наверное, существует какая-то определенная часть населения, которая, ну, подвержена, скажем так. Специальных исследований пока не проводилось, но это положение существует пока как гипотеза, да? Как гипотеза теории девиантов полюсов. В любом обществе есть плохие люди, подверженные, ну, отрождение, подверженные негативному влиянию и становятся вот центром негативного влияния. И часть людей, которые никогда не будут подвержены тому негативному влиянию. Никогда не станут потреблять алкоголь, наркотики, табак и так далее. А остальная часть населения, она в той же иной мере степени подвержена либо негативному влиянию, либо позитивному влиянию. И определенные исторические моменты, негативный полюс больше влияет, или позитивный полюс больше влияет. Так вот, от этого зависит. Даже вот возьмем той же Чечне и Блюширик, хотя они считаются самыми трезвыми регионами, есть свои, конечно, алкоголики, наркоманы. Хотя в этом обществе это очень сильно повлицает. Насколько эффективно в республике ведется, осуществляет деятельность организации трезвенческого движения? Более ста лет назад появились первые трезвенческие организации, и нет преемственности поколения. И трезвенческие движения у нас были и в 70-х, и в 80-х годах. И сейчас уже вот эта деятельность этих движений у нас очень сильная. Они проводят, хотя и очень редко выигрывают гранты, они по мере своих возможностей проводят свою такую агитационную деятельность. Пропагандируют трезвость, здоровый образ жизни и так далее. Это особенно видно среди школьников, студентов. Например, в основном Северо-Восточный Федеральный Университет. Почему именно в этом университете низок уровень потребления алкоголя и высок уровень трезвых студентов? По вопросам, несколько раз я проводил опрос, 67% студентов Северо-Восточного Федерального Университета является трезвенцем. И то, что примечательно, 30% студентов из трезвенческих студентов делят. Даже по праздникам не пьют алкоголь. Какие вот особенности именно в Якутии? Здесь понятно, что сложные природно-климатические условия. Это усугубляет и масштаб, и негативные последствия. Да, конечно, Север, студовые условия Севера являются усиливающим фактором. Ряд медицинских исследований, проведенных в разных регионах, выявили, что на Севере человек чаще попадает по алкогольной зависимости. Даже те южане, которые приехали жить на Север, уже становятся более поддерживаемыми. Такие вот меры достаточно жесткие, которые воспринимаются так некоторыми, которые принимает руководство республики, насколько они оправданы? Наше руководство проводит последовательные шаги по ограничению доступности алкоголя. А есть такое правило, если человек не выпил, то он не будет делать ничего плохого. Даже вот те ограничения, я высказал, это мягкие ограничения, всего лишь ограничили, в 2010 году ограничили по времени. Да, по времени, да. Но это уже долгой эффект. Люди уже замечают, я проводил исследование в Якутске, почти 700 человек опросил, и 30% уже замечают эти позитивные изменения, да, позитивные изменения. Считаю, что пьяных меньше стало на улицах, меньше стали сорить в подъездах, пьяных меньше там оказалось, и безопасности стало больше в городе. Сокращается общее количество зарегистрированных преступлений, да. Если вот в 2010 году зарегистрировано 17 181 преступлений, то в 2014 году зарегистрировано было всего 10 715 на 7000. Какие преступления являются самыми, ну, совершается состояние алкогольного опедима? Возьмем убийство, да, где-то 90-80% убийств совершается состояние алкогольного опедима. По статистике у нас убийства сокращаются. В 50-м году у нас было 665 убийств, а в 2014 году уже 453. А если мы не будем брать такие тяжелые уж преступления, мне кажется, а что там с хулиганством, дебушкой? Да, у нас хулиганство сейчас очень сильные изменения произошли. Там некоторая часть хулиганства декриминализована, да, даже разряд административный. Вот возьмем, вот, я считаю, что убийство, да, убийство очень хороший индикатор, показатель пьяной преступности. Ну, не то чтобы хороший, скажем, а яркий показатель. Яркий, да. Раньше считалось, что студенты, они самые криминализованные части, чуть ли не считалось, да. А сейчас вот среди студентов, учащихся, идет сокращение. Ну, хорошо, вы привели такие данные, показатели, но все-таки мне кажется, что вот такой период, буквально сколько прошло? Не более 4-5 лет после начала вот этих мероприятий, это, наверное, не тот срок, за который можно уже говорить о каких-то глобальных масштабных результатах. Как по-вашему, сколько еще должно пройти время, чтобы мы поняли, ощутимы и увидели уже эти результаты? Потребуется не менее 8-10 лет, потому что это очень долгий процесс, кровопотливая работа всех учреждений и средств массовой информации, и министерств, министерских учреждений, школ, вузов и так далее. Если вот такая работа будет проведена комплексная, мы в скором времени получим очень хорошие результаты, и Республика Саха будет примерным. И сейчас она нас оравняет на некоторые наиболее алкоголизованные регионы, что нам завидуют, что у нас есть такой твердый президент, твердые намерениями, и принимают такие правильные законы. А в других регионах никаких ограничений нет. Сейчас, вот я не так давно прочитал мнение экспертов о том, что законы приняты, антиалкогольное законодательство, действующее в Республике, оно даже больше ориентировано на молодежь и на вот уже подрастающее поколение. То есть уже будет формируется некое такое пространство, когда уже понятие, что алкоголизм это не только плохо, но и вообще это такая категория, которая мешает жить. И эти ограничения, которые сейчас многими воспринимаются как ущемление даже может быть прав, со временем они станут уже привычными. Лень 10-15 назад площадь Ленина. Когда я приходил на площадь Ленина, в каждой скамейке сидел, сидели группы молодежи, которые горлотили пиво. А сейчас этого не увидишь. Ну, весь город ходил в пиво, да, бутылками, банками. Сейчас уже такого нет, хотя это в то время, да, в конце 90-х, в начале 2000-х начала за норму, да, ходить в пиво. Сейчас это уже вне нормы. Видите, как нормы изменились. И совершенно верно, что надо в первую очередь оградить молодежь. Их правильно воспитывать и ограничивать также законодательно, доступно с алкоголем. В завершении пара-тройка традиционных блиц-вопросов. Юрий Накинтьевич, поддерживаете ли вы идею сухого закона в республике? Да, полностью поддерживаю. Как вы относитесь к понятию культурное питье? Культурное питье – это самое плохое, да. Когда человек спивается, молодежь видит, что это плохо, да. Вот это, когда вот этот человек в течение своей жизни там выпивал и пришел к такому же результату. А культурно выпивающий человек, он обычно такой цветущий, такой аккуратный, да. И подает плохой пример молодежи. И хочу вот привести такой пример. В конце 90-х, в начале 90-х годов, была группа якутской интеллигенции, которая пропагандировала культурное питье. Они устраивали вечера культурного питья, там приглашали людей, учили их культурно пить. А по происшествии, там, 20 лет, из этой группы людей мало кого осталось живых. Всех погубил алкоголь. Видите, да, как это? До чего довело? Довело, да. Вот это культурное питье, пропагандировали культурное питье. И закончили очень плохо. По-вашему, алкоголизм – это привычка все-таки или болезнь? Я считаю, что алкоголизм – это, можно сказать, и привычка, и болезнь, но больше близит к болезнему. Болезнь – это зависимость. Болезненная зависимость от наркотического вещества. Алкоголь – это, по сути, дело тот же наркотик. Зарубежные исследователи относят алкоголь к группе психодепрессантов, которые угнетают сознание, психики человека. Алкоголизм – это заразное заболевание, которое передается от человека к человеку. Когда в семье появляется один алкоголик, то он может заразить всю семью, и жену, и детей, и так далее. Спасибо, Юрий Накиневич, за участие в нашей программе. Итак, это было мнение эксперта в нашей программе «Акцент». Сегодня нашим гостем был кандидат социологических наук Юрий Жигусов. Мы говорили о результатах, проводимой в Якутии антиалкогольной политики. Смотрите нас на следующей неделе. Будет интересно. Смотрите нас на следующей неделе.